сейчас таким авторитарным странам как казахстан россии стало уже непросто вы знаете вот сейчас россии против россии наращивается сильно санкций назарбаев вот как раз вместе с путиным дружит евразийским союзе а путин трясет своей ядерной ржавой дубинкой который никто не боится вы посмотрите вот даже пример саудитов да они на территории чужой страны совершили убийство и посмотрите как мир сколохнулся вся европа обещает применить санкции против саудовской аравии независимо от того что она угрожает там поднять цен на нефть президент рап маневрирует говорит что мы не можем портить отношения саудовской аравии они наверно разберутся принц саудовской аравии король утверждает что это убийство совершено без санкций политической верхушки типа самостоятельно действовали 18 человек арестовали они там разведчиков всех прочих посмотрите они сдали своих людей которые выполняли их указание они сдали посадили в тюрьму авторитарным странам таким как казахстан путин становится все сложнее и если год назад я еще маневрировал ожидал нападение убийства эти угрозы безусловно остались то я сейчас прекрасно понимаю после того как россия попыталась отравить газом так называемый новичок семью скрипалей в лондоне и за это получила мощные международные санкции после того как было что убийство этого журналиста саудита и теперь будет мощнейшие санкции против саудовской аравии вы должны понимать что есть и назарбаев попытается похитить и убить какого-то оппозиционера казахстана за рубежом например меня во франции то этот политический режим будет раздавлен буквально за месяц-два и прямые политические санкции санкции ареста имущества по всему миру возбуждение уголовных дел то есть ему мало не покажется поэтому такие примеры говорят о том что сейчас ситуация меняется меняется международные отношения к лидерам таких стран и они будут преследоваться очень короткое время выйти произойдет когда это давление в сторону казахстана и россии будет наращиваться и в этом году в ноябре ожидается санкции новые со стороны американцев затем европы это безусловно приведет к падению рубля а рубль потащит за собой тенге